Слышно? Да, слышу, слышу. Спасибо. Слышу и вижу. Я тоже вас слышу и вижу. Так, ну тогда... Ну, время уже подошло, поэтому, в принципе, мы можем начать ответы на вопросы, поступившие. Так, сейчас я открою. Секундочку. Так, Надежда Викторовна, поступило в оргкомитет два вопроса по результатам вашего доклада. Ну и, соответственно, я предлагаю начать по очереди, по мере поступления. Михаил Кузнецов спрашивает. Учитывая различное влияние штаммов псевдомонат на показатели сахарной свеклы, имеет ли смысл при использовании их в поле применять вместе? Не имеют ли они антагонистического отношения действия между собой, а может быть, обладают, наоборот, взаимодополняющим? Мы изучали действия псевдомонатов порознь, потому что хотели выявить влияние конкретно каждой на различного генотипа гибриды сахарной свеклы. То есть пока на уровне плоидности растений совместно применять. Мы об этом думаем, пробовать, потому что мы можем встречать в посевах и диплоиды, и триплоиды, и диплоиды, у которых исходные формы не являются симпсами между ними. Поэтому мы это планируем сделать для того, чтобы создать комплексный препарат. Может быть, и благоприятные будут взаимодействия, но я думаю, скорее всего, так, потому что мы извлекали и выделяли в чистые культуры псевдомонады аборигенные штаммы, которые развивались в почве и ризосфере сахарной свеклы. Здесь вопрос как бы можно разбить на две части. То есть это, во-первых, антагонизм или не антагонизм в чистой культуре между гидромонадами, и, соответственно, эффекты коинокуляции несколькими штаммами. Дело в том, что мы, если имеем в виду инокуляцию, имеем в виду растения или семена, а мы здесь вносили в почву. Почему мы не использовали инокуляцию? Потому что сахарная свекла усевается дрожжированными семенами, в которых набор пестицидов. А как они влияют, в докладе было представлено, особенно на диазотрофы. А псевдомонады как раз они и являются диазотрофами. В продолжение, соответственно, если у них действия, у штаммов направлены на одни и те же механизмы, ну, насколько, просто коинокуляция, она хороша для дополняющих друг другу микроорганизмов. Соответственно, не пробуете ли вы присмотреться к другим бактериям, которые могут делать то, чего не могут делать псевдомонады? Или вас псевдомонады устраивают полностью? Да нет, у нас разные микроорганизмы. И когда в 99-м году мне посчастливилось общаться с Емцевой, он сказал, да, конечно, надо правильным путем идем, надо брать аборигенные штаммы и использовать для тех культур, которые районированы. Ну, таким образом мы и пошли. Мы изучали влияние бацилюс субтилис разных штаммов на сахарную свеклу, на ее устойчивость к болезням и на продуктивность. И здесь мы дошли как раз до введения в дрожжировочную массу сахарной свеклы бацилюс субтилис. Поскольку они споровые бацилы, мы нашли их потом после высева возле семян. И на протяжении всей вегетации мы находили повышенное их содержание рядом с сахарной свеклой. То есть в этом направлении мы уже более-менее отработали. И сейчас планируем патентование. Кроме псевдомонад у нас еще... Ну, у нас целелозолитические микроорганизмы. Мы уже запатентовали в химиколе один штамм куска атра. И, в общем, ведем уже работу по внедрению производства и потом в непосредственно сельскохозяйственную практику. Это очень всех интересует. Потому что в связи тем более с засухой часто и солома плохо разлагается. А вот этот микроорганизм, он ускоряет разложение соломы. Но и доводит не до СО2 и H2O, а доводит до меланинов, которые могут быть предшественники гумусовых веществ, что важно для структуры и продуктивных плодородий черноземов. Хорошо, спасибо за ответ. Я думаю, мы достаточно полно его разобрали, да, варианты. То есть вы думаете над совместным использованием, да, и ищете подходы, как это сделать более рационным? Да, да, мы сейчас думаем о химиколе использовании, поскольку целлюлозолитическим микроорганизмам не хватает азота совместно в одном севообороте, в одном поле с псевдомонадами или с азотобактером хроакоккумом. Ну, в этом направлении тоже идет работа. Спасибо. Переходим ко второму вопросу. Ну, частично уже ответили, но я думаю, сейчас тоже подробнее его разберем. Соответственно, вопрос от меня. Надежда Викторовна, не могли бы Вы подробнее рассказать о методе инокуляции псевдомонад? Правильно я понял, что бактерии вносили в почву. Почему был выбран именно этот способ? Не анализировали ли Вы динамику псевдомонад в течение вегетативного периода? Да, мы вносили в почву, потому что мы извлекли из почвы, из почвы, из ризосферы, но в ризосферную почву. И поэтому псевдомонады мы отмечали, что сахарная свекла, развиваясь, продуцирует в почву сначала кислоты органические, потом добавляются сахара, естественно, по градиенту концентрации. Они фиксирующие азот псевдомонады, они по хемотаксису передвигаются к корнеплодам сахарной свеклы. Соответственно, они используют азот органических соединений для того, чтобы строить свой организм. И, соответственно, они фиксируют азот. Что мы потом видели, они выделяют и в виде аминокислот, чем могут уже непосредственно пользоваться, это, по сути дела, щелочно-гидролизуемый азот, одна его часть, и непосредственно потом могут использовать, собственно говоря, растения. Носили в почву, я уже объяснила, по каким соображениям. Можно вот здесь просто, чтобы далеко не уйти? У вас на слайдах была указана концентрация 10,8 и 10,10. Это, я понимаю, бактериальные суспензии, которые разбрызгивались, да? Да. На какую площадь, то есть какая концентрация клеток потом была в почве? Я упустила момент. Это титр рабочего раствора, а расходовался он 200 литров на гектар. То есть, соответственно, мы планируем непосредственно дозу гектарную в виде леофильно высушенных микроорганизмов. Мы к этому тоже идем, леофилизатор у нас есть, мы уже начинаем эти работы. И потом носить непосредственно в почву с водой. Причем они довольно быстро активируются, переходят в жизнеспособное состояние. И это нам кажется очень интересным. А для сахарной свеклы именно псевдомонады являются ассоциированными, ассоциативными микроорганизмами непосредственно со свеклой. А свекле не хватает азота при всех положительных внесениях удобрений. За зиму, за весну они расходуются многими микроорганизмами. И когда свекла подходит к питанию, ей уже немножко маловато. А когда мы включаем естественный почвенный процесс, то здесь мы имеем полное обеспечение сахарной свеклы. По литературным данным, свободно живущие микроорганизмы, гиазотропы, они фиксируют до 60 в нашей зоне килограмм на гектар. А вот что касается ассоциативных, ассоциированных с культурой, то здесь даже в некоторых источниках говорится о 120 килограммах. Ну, эффект мы видим. Ну, я понимаю, такой подход, вот уже леофилизированная культура, это уже совсем будет близко к внесению именно азотных удобрений, да? Только именно зеленая технология, а технологически это будет уже очень похоже именно на привычное фермерам. Ну да, ну и в литературе прошли данные, вот в частности от Торопова, это Сибирь, что внесение псевдомонад у них там под капусту повышало супрессивность почвы на 40-50%, даже до 60% отмечала. Но мы в этом направлении работаем, и дальше будем рассматривать эти вопросы и идти к этому. А супрессивность, увы, она часто страдает, даже при внесении ацидов. Хорошо, спасибо. Тогда еще вот продолжение вопроса, да, именно о методе, о способе внесения. Потому что кроме внесения в почву, бывает же еще обработка по всходам, там по выросшим растениям, да? Соответственно, вот такие варианты вы не рассматривали? Чем они хуже того, что вы используете? Мы это рассматриваем, я их не привела, эти данные, но мы вносили и по всходам, по листовому аппарату сахарные свеклы. Но мы такого эффекта, как внесение в почву, не получили. Но эффект, видимо, происходил за счет того, что эти бактерии выделяют гетероуксин. Возможно, еще некоторые другие физиологически активные вещества, но мы пока их не определили. Это в наших условиях сложно, невозможно. А, ну это вот по тому слайду, где вы показывали всхожесть, да, где у вас тетропоиды, прям после бактерии всхожесть существенно повышалась, да? То есть, как бы эффект связан именно с этим аспектом. Ну, через почву как бы надежнее, во-первых, они перед ультрафиолетом не попадают. И получается, что от них только культуральная жидкость действует. Ну, как бы так. А выживать они мало на поверхности листья выживают. Хорошо. И еще продолжение этого же вопроса. Динамика псевдомонат в течение вегетации. Да, мы это делали. Но непосредственно псевдомонос флюоресцент и псевдомонос эспи я не показала в презентации. Но мы это делали. У меня защищалась вот мой соавтор. Здесь Петеренко Марта Юрьевна. Она защищалась. И там у нее эти данные есть. Да, мы за этим наблюдали. Да, мы определяли. Да, динамика очень похожа на естественную динамику численности вообще микроорганизмов. То есть весной их очень много. Больше, чем в контроле гораздо. В середине лета из-за высоких температур и низкой влажности общая численность снижается. И возрастает к концу вегетации. Спасибо. Спасибо, Надежда Викторовна, за ваши ответы. Очень жаль, что не смогли провести конференцию в нормальном режиме. Были бы рады вас в Саратове. У нас в институте тоже есть работы по похожей, ну не по свекле, а по пшенице и по другим растениям. Но это все ближе для вашей зоны. Да, по засперилам. Поэтому если будет возможность в постпандемическую эпоху пересечься на конференциях, будем рады. Приглашаем вас в Саратов. У меня коллега, прибывая, 2 года работает, работает со засперилами конкретно. Да, да, да. Было бы интересно нам. Мы в участниках видели, тоже очень ждали в гости обсудить, какие результаты у вас получились, чтобы нам эти работы очень интересны. Так что я думаю, мы будем поддерживать контакты и, может быть, сотрудничать уже в научном плане. Я надеюсь, да, потому что у вас работы по засперилам очень глубокие и широкие. И это было очень важно. Ну, а нам интересно именно практическое использование разных штаммов. То есть, я думаю, мы найдем здесь точки соприкосновения. Да, конечно. Так что приглашаем к сотрудничеству. С удовольствием. С удовольствием. Спасибо. Спасибо. Спасибо за конференцию. Вы так много поработали, чтобы все это сделать. Очень признательно. Спасибо. Всего доброго. Да, все. Отключаемся. Да. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Продолжение следует...